для разработки танка меркава так назывались библейские боевые колесницы было организовано два подразделения в министерстве обороны дуроруководство программой а в технических войсках проектное бюро реализация программы началась в 1970 году а поставка в войска с 1977 года танки меркава мк-1 впервые были применены во время боевых действий вливание в 1982 году и показали хорошую эффективность особенно в плане обеспечения защиты экипажа с учетом боевого опыта израильская промышленность перешла в конце 1983 года выпуску модернизированного танка меркава мк-2 отличающегося от предшествующей базовой модели навесной дополнительной бронёй на башне и усиленными бортовыми экранами защищающими ходовую часть улучшенные системой управления огнем установка современного лазерного дальномера на и 3 его алюминиевом гранате и более эффективного цифрового баллистического вычислителя переносом 60 миллиметрового миномета с левой внешней стенки башни на крышу башни перед люком заряжающего заряжание под броневой защитой установкой современной трансмиссии израильского производства все танки меркава мк-1 за счет модернизации доводится до уровня мк-2 в 1989 году налажено производство нового танка меркава мк-3 танк меркава создан специально для действий в условиях ближневосточного театра военных действий при этом ранжирование боевых свойств принятое в других странах огневая мощь защищенность подвижность было изменено основным фактором определяющим боевые возможности танка признана защищенность моторно-трансмиссионное отделение расположено в передней части корпуса и совмещено по длине с отделением управления которое находится впереди слева боевое отделение смещено корме кормовая часть корпуса представляет собой отсек для боеприпасов размещение экипажа танка из четырех человек раздельная в корпусе и башни командиры наводчик справа заряжающий слева от пушки фронтальная проекция башни значительно уменьшена по сравнению с другими танками ее передняя часть сильно вытянута вперед имеет скошенные скуловые детали положение боевого отделения позволило использовать практически весь кормовой отсек для размещения большого боекомплекта причем выстрелы хранятся в негорючих контейнерах вместо значительной части боекомплекта через люк в кормовом листе могут быть установлены четверо носилок с ранеными в этом пространстве может размещаться до 10 пехотинцев но в неудобных позах через тот же люк при необходимости эвакуируется экипаж обычно танк меркова не перевозит каких бы то ни было пехотинцев и не предназначен для использования в качестве птр обеспечивается в первую очередь стандартной 105 миллиметровой нарезной пушкой и м 68 выпускаемой в израиле по американской лицензии для нее могут использоваться выстрелы собственного производства а также единые 105 миллиметровые танковые боеприпасы нато в боекомплект входят выстрелы с пятью типами снарядов бронебойный подкалиберный кумулятивный бронебойно-фугасный с готовыми поражающими элементами и дымовой унитарные выстрелы уложены в контейнеры которые размещаются большей частью в корме корпуса 105 миллиметровый подкалиберный снаряд с отделяющимся поддоном и 111 изготавливается фирма ими вольфрамовый сердечник диаметром 33 миллиметра на дальности 2000 метров может пробить стальную броню толщиной 150 миллиметров расположенную под углом 60 градусов загрузка боеприпасов осуществляется через двухстворчатый люк в корме открывающийся наружу контейнеры с выстрелами подаются в танк по конвейеру время загрузки составляет 15-20 минут что втрое меньше чем у танков леопард-1 или амx-30 при необходимости за счет некоторого стеснения экипажа боекомплект увеличивается до 85 или даже 90 выстрелов башня сконструирована таким образом что в ней можно установить пушку большего калибра из-за переднего расположения моторно-трансмиссионного отделения угол склонения пушки в переднем секторе 8,5 градусов опыт показал что этого достаточно даже на холмистой местности южного ливана танк оснащен системой управления огнем матадор 2 состоящий из комплекса приборов наблюдения двух плоскостного стабилизатора с электрогидравлическим приводом электронного баллистического вычислителя и лазерного прицел дальномера гидросистема высокого давления и гидравлический силовой блок установлены в нише башни за перегородкой что уменьшает опасность распространения дня в случае их поражения для наблюдения за полем боя командир танка кроме пяти перископичек их призм имеет панорамный перископический прицел и дисплей соединенные с ночным прицелом наводчика панорамный перископический прицел оснащен вариа объективом с помощью ножной педали командир может изменять кратность увеличения 4 до 20 вращающиеся головка перископа через систему обратного вращения связано с механизмом поворота башни для того чтобы командир имел возможность не только кругового обзора но и мог быстро перебросить оружие в направлении обнаруженной цели у наводчика имеется перископический прицел восьмикратного увеличения с качающимся головным зеркалом прицел включает также канал с однократным увеличением и лазерный дальномер поворот головного зеркала контролируется баллистическим вычислителем на который выведены также датчики крена температуры воздуха атмосферного давления и направления ветра установленные на короткой выдвижной телескопической штабе лазерным дальномером могут пользоваться наводчик и командир а результат измерения автоматически передается в баллистический вычислитель наводчик не имеет вспомогательного прицела но в случае выхода из строя электрооборудования сохраняется возможность использования основного прицела и приводов наведения вручную вспомогательным вооружением является спаренной с пушкой 7 62 миллиметровый пулемет а дополнительное вооружение включает установленные на башне 27 62 миллиметровых пулемета бельгийской фирмы мэк изготавливаются в израиле по лицензии для стрельбы по воздушным и не бронированным наземным целям а также 60 миллиметровый миномет фирмы salt and спаренный пулемет установлен слева от пушки лента его питания емкостью 2000 патронов размещена между слоями разнесенной брони башни миномет устанавливается на левой стороне крыши башни заряжающий может вести из него огонь изнутри башни боекомплект миномета составляет 30 осколочно-фугасных дымовых и осветительных мин на части танков установлен 12 и 7 миллиметровый пулемет над стволом пушки он имеет электрический привод спускового механизма позволяющий вести огонь на очагу или командир основное внимание разработчиков было сосредоточено на надежной защите экипажа корпус танка выполнен из литых и катаных броневых деталей моторно-трансмиссионное отделение защищено тяжелой литой лобовой броневой деталью с внутренней стороны которой на некотором удалении установлена вторая броневая плита полость между ними занимают специальные наполнители топливный бак повышающие стойкость к воздействию кумулятивных боеприпасов позади двигателя находится еще одна броневая перегородка верхняя кромка лобовой детали корпуса размещена выше уровня погона башни и следовательно защищает стык между корпусом и башней который обычно является уязвимым местом забор воздуха для охлаждения моторно-трансмиссионного отделения осуществляется через жалюзи на левом борту корпуса этот воздух вместе с отработавшими газами выбрасывается наружу через жалюзи на правом борту смешение выхлопных газов с охлаждающим воздухом снижает тепловую заметность танка борта корпуса защищены броней и силовыми экранами попарно установленными на листовых ресурс чтобы обеспечить неуязвимость боеприпасов админ один из семи топливных паков размещен под бой укладкой все боеприпасы уложены в специальные контейнеры из стекловолокна покрытого теплоизоляционным материалом боя укладка размещенная сзади внизу боевого отделения дополнительно защищена разнесенной броней на гусеничных спонсанах между наружными и внутренними броневыми листами находятся элементы повреждение которых не ведет к немедленному выходу танка из строя воздухоочистители фильтровентиляционная установка системы защиты от оружия массового поражения доступ к ним через правый кормовой люк аккумуляторные батареи левый кормовой люк и другая конструкция башни необычно большая ее часть защищена двумя слоями разнесенной литой стальной брони в передней части между двумя броневыми стенками толщина каждой около 76 миллиметров оставлен промежуток примерно такого же размера в нем устанавливаются дополнительные защитные элементы размещаются патроны к пулемету в танке предусмотрены меры направленные на снижение заброневого эффекта попавших снарядов и обеспечивающие выживаемость экипажа в их числе быстродействующая система подавления пожаров и взрывов закрытие цепями с нанизанными шарами ослабленных зон в кормовой части башни и стыка корпуса с башни кормовой люк предназначенный для загрузки боеприпасов и позволяющий экипажу быстро покинуть машину при отсутствии дополнительных контейнеров с боеприпасами экипаж танка имеет защитные шлемы предохраняющие органы слуха от повреждения ударной волной возникающий при попадании в танк снаряда а также бронежилеты системе подавления пожаров и взрывов использованы двухспектральные инфракрасные датчики 4 баллона с огнетушащим составом быстродействующая аппаратура управления система срабатывает при получении сигнала от датчиков и в опасную зону уже через 60 миллисекунд подается огнетушащий состав галлон 1301 для маскировки кроме дымовых снарядов и мин используется термодымовая аппаратура для защиты от оружия массового поражения имеется фву по ее показателям танк меркова превосходит другие образцы находящиеся на вооружении израильских сухопутных войск силовой установки танка используется форсированный до 662 киловатт 900 лошадиных сил дизель f1795 и модификация американского двигателя фирмы теледайн continental трансмиссия также подобно американской установленной на танках м60 но доработано согласно израильским требованиям для модели in k2 на основе агрегатов rk 304 фирмы ринг разработана новая трансмиссия гидромеханическая с автоматическим переключением передач она монтируется в единый блок с двигателем который в полевых условиях заменяется в течение одного часа при наличии подъемного крана ходовая часть имеет по шесть обрезиненных опорных диаметром 790 миллиметров и по пять поддерживающих катков с каждого борта причем три из них поддерживают верхнюю ветвь гусеницы только за ближайшую борту часть а2 за удаленную гусеница состоит из 110 траков шириной 640 миллиметров с открытым металлическим шарниром подвеска пружинно-балансирная на двух передних и двух задних узлах установлены амортизаторы два передних ограничителя хода катков гидравлические для танка меркова характерны технические решения направленные на облегчение его эксплуатации не можно отнести два люка на кормовом листе корпуса которые обеспечивают доступ вынесенным из основного корпуса аккумуляторным батареям воздухоочистителем фу и другим агрегатом прожектор видимого света установлен в задней части башни в броневом ящике при его включении автоматически открывается броневая крышка покрытая изнутри зеркальной фольгой отражаясь от нее свет направляется в нужную сторону вызывает интерес установка фар в корпусе под броневыми крышками открывающимися только при включении освещения танк оснащен 120 миллиметровой гладкоствольной пушкой с компактными противооткатными устройствами теплозащитным кожухом и эжектором продувки ствола углы и и наведения в вертикальной плоскости от минус 8 до 20 градусов огонь из пушки может вестись как израильскими фирмы ими так и американскими и немецкими 120 миллиметровыми боеприпасами каждый 120 миллиметровый выстрел находится в отдельном контейнере который сделан более прочным и стойким к огню боекомплект 50 выстрелов часть из которых в готовом к применению состоянии размещена в магазине барабанова типа на полу боевого отделения этот магазин в последующем может быть использован в качестве механизированной боя укладки для разрабатываемого автомата заряжания пушки на танке используются три пулемета калибра 7 62 миллиметра один спаренный с пушкой два на крыше башни их общий боекомплект 10 тысяч патронов по бортам башни установлены 78 и 5 миллиметровые дымовые гранатометы сохраненный 60 миллиметровый миномет усовершенствована система управления огнем электро гидравлические приводы наведения заменены на электромеханические с ручным дублированием командирский дневно-ночной прибор наблюдения имеет увеличение от 4 до 14 крат и оптическую связь со стабилизированным в двух плоскостях дневно-ночным прибором наводчика с 12-кратным увеличением последний интегрирован с лазерным дальномером на танке мерковая мк 3 применена система предупреждения об опасности два детектора с большим углом охвата расположены по бортам башни а 3 установлен на маски пушки обеспечивая круговой охват по азимуту сигнал этой системы об облучении танка лазерным лучом или и рлс миллиметрового диапазона воспроизводится на экране командирского пульта усилена броневая защита корпуса и башни за счет применения заменяемых модулей специальной брони на основной броне кормовой части корпуса установлены бронированные модули топливных паков и специальные контейнеры укладочные ящики которые с тыльной стороны защищены листами из высокопрочной перфорированной брони приняты также меры по снижению заброневого эффекта снарядов пробивших броню усовершенствованы элементы конструкции танка обеспечивающие его подвижность установлен дизель воздушного охлаждения f1799 арфирмы теледайн континентал мощностью 882 киловатта 1200 лошадиных сил он скомплексирован с трансмиссией фирмы ашот в ходовой части используется индивидуальная подвеска со сдвоенными цилиндрическими пружинами в качестве упругого элемента на первых и шестых узлах подвески установлены гидравлические ограничители хода катков а на четырех средних узлах гидравлические амортизаторы полный ход опорных катков 604 миллиметра ширина трака гусеницы увеличена до 660 миллиметров на базе танка меркала разработана самоходная 155 миллиметровое орудие небольшое количество танков переоборудовано в минные разградители производства и поставки на экспорт при подготовке к производству танков меркала были расширены мощности трех существующих предприятий военного ремонтного завода завода фирмы израил милитери индастрии ими и частного металлургического производства урдан производством пушек занимается новый завод фирмы ими 23,8 процента узлов и деталей танка меркала mk1 приходилось на прямые поставки из-за границы в производстве танка меркала mk3 участвуют многие фирмы урдан индастрии литье и гусеницы и лоб электроника оптика лазер система управления огнем ими основное вооружение боеприпасы гранатометы тадиран радиоаппаратуры и другие производственные возможности составляют около 100 танков в год связи с массовым выпуском танка меркала mk3 не исключена возможность продажи модификации mk1 и mk2 другим странам если вам понравилось видео поставьте лайк и поддержите канал подпиской для меня это очень важно а в дальнейшем вас ждет много интересного встретимся в следующем видео